Сегодня я бы хотела с вами поделиться с одной из глав этого произведения, то есть Вильдер Вермут, «Heute ist mit Ente», то есть о немецкой традиционной кухне. И вот эти сестры опять собрались четвером и рассуждают. «Лидия stellt ein gut gefühlte, gesierene Bratenform auf den Tisch», то есть Лидия поставила приготовленную для жаркого формочку, чтобы положить. «Es ist traditionell Essen der Volkdeutschen» – это традиционная еда немцев по-волче. «Und kommt gerade erst aus dem Backhofen». И как раз вышло это блюдо из печи. Раньше здесь описывается русская печь посреди комнаты, и она рассказывает. «Моя Mutter hat es zum ersten Mal gegessen, als mein Vater, als er sie eine Verwandtschaft vorstellte. Моя мама впервые поела это блюдо, когда мой папа представил ее моим родственникам. «Es war auf einer Hochzeit in der Familie Becker». Это было на свадьбе у семьи Becker. «Und von Mama habe ich es mir später abgeguckt». А потом я от своей мамы это блюдо посмотрела, облюбовала и посмотрела, как оно готовится. И вот они беседуют дальше. И вот он дальше рассказывает, как правильно называть эту кухню. Вот на диалекте можно сказать «brade» или «prode». В моей семье диалект был «prode». Ну какой это диалект? Швабский или же «häzisch» или так далее. А в литературном языке, в современном немецком языке слово «braten». Вот так оно звучит. Поэтому, не зная диалекта, вот как сравнить эти два слова? Посмотрите, совсем они отличаются. Представляете? Знание диалекта, то есть носители немецкого языка, может понять, прочитать и перевести, изложить свою мысль, как говорится, мысленно и в письме, то есть в ханшери. Поэтому, когда я сижу, работаю над книгой, голова устает, я беру клубок и начинаю вязать. Мои руки отдохнули, и я начинаю потом вязать. И вот я провязала вот такой напольный коврик уже. Голова отдохнула, руки устали, и мы дальше продолжаем работать. Мой внук как-то задал вопрос, бабушка, а как долго ты работал над этой книгой? Книга содержит 357 страниц. И вот я начала с начала октября, как закончился дачный сезон, и вот всю зиму я переводила эту книгу, читала, осмыслила и записывала. Этот тип перевода носит, который я вот изложила, носит второй тип, то есть смысловой. Я читала, переводила и смысл. Не дословно посроченным, а второй смысловой. Но я соблюдала и грамматику. Грамматика в русском языке, в немецком сложная. Поэтому встречались часто и предложения определительные, например, у которых, или с которой, и так далее. Вот я соблюдала эту форму. Сложные предложения, например, определительные тоже, у которой там семья жила, и так далее. Вот надо было соблюдать эту грамматическую форму. Так вот без знания русского языка и немецкого все это сложить, это очень сложно. И можно сказать, что это, я хотела бы сказать опять на немецком, Das war ein hartes, großes Stück Arbeit. То есть это был сложный, тяжелый пласт работы.